В Черкесске вопросу обеспечения безопасности воспитанников образовательных учреждений постоянно уделяется повышенное внимание. Только за последние два года были почти полностью обустроены пешеходные переходы вблизи школ и детских садов, а также мест массового посещения юных горожан. Появились дорожные знаки, светофорные объекты. Для лучшей видимости зебры стали двухцветными. И это далеко не всё. В мае-июне текущего года в республиканской столице проходили встречи представителей исполнительной и законодательной ветвей власти региона и города. Безопасность детей у нас на первом месте. Мы с вами работали как? Мы в первую очередь в 15-16. Мы начали с чего? Мы выбрали самые такие школы, где там массовое большое движение транспорта. Мы их сделали в первую очередь и так по этапу найдём. Сейчас мы уже на завершающем этапе. Поэтому протокольно запишите, чтобы все работы по ГОСТам вблизи школ и детских садов до 1 сентября были выполнены. В ходе дискуссии были определены приоритетные направления работы по усилению мер безопасности дорожного движения. Так, большую озабоченность вызывают маршрут исследования учащихся из дома в школу и обратно. В первом полугодии 2018 года, благодаря взаимодействию с мэрией города, Черкесска, вблизи ряда школ у города Черкесска удалось оборудовать территорию около пешеходных переходов ограждениями перильного типа. Для проведения подобных работ Республиканской госавтоинспекции на комиссиях по безопасности дорожного движения вносились предложения, обсуждались вопросы, указывающие на необходимость установки пешеходных ограждений. Работа в данном направлении проводится на постоянной основе, так как вопрос касается профилактики детского дорожного транспортного травматизма, что является актуальным вопросом на сегодняшний день. Кое-кто из горожан уже успел оценить предпринятые меры профилактического характера. Ну, здесь же, во-первых, школа, а во-вторых, проезжая часть, перекресток. Необходимая вещь. Если бы еще в поликлиниках делали бы, и в Республиканской больнице тоже в поликлинике делали, было вообще прекрасно, потому что неоднократно сталкивалось с тем, что просто переходится перепрыгивать через машину, в прямом смысле этого слова. Так как здесь находится школа, забор будет необходим, потому что, если бы даже этого забора не было, машины могли бы при аварии заезжать на частность школы, так как вы видите, здесь находятся вмятины. Мне кажется, забор был бы нужен здесь все-таки. Планируется, что к началу нового учебного года автодороги рядом со всеми городскими школами и дошкольными учреждениями будут оборудованы подобным образом. Артур Максимиха Каракелян. Итоги недели.